Да, ничего не изменилось. То есть первое, это если действительно потребитель прав, и мы дошли до суда, заключайте мировое обязательно, потому что в суде вы отдадите гораздо больше. Если у вас бардак в документах, какой-то непонятный скачанный договор из сети и чуть-чуть подредактированный бухгалтером, нужно внимательно его посмотреть перед судом, нужно понимать, направлялись ли какие-то уведомления потребителю, физическому лицу, именно говорим про физлиц сейчас, ответы на заявления. То есть есть ли бардак в документах? Давай вот с этим, наверное, поподробнее обсудим тему по бардак в документах. Что ты имеешь в виду? То есть в чем мой вопрос? Что должно быть в документах, чтобы тебя, ну минимально за что можно было подцепить вот в этом суде? Что конкретно нужно в этих документах прописать? Сейчас объясню. Кстати, вот этот вопрос по поводу бардак в документах, он еще и касается в том числе юридических лиц тоже, потому что в арбитраже вообще все четко рассматривают именно по документам. Уже нет такого, как потребитель привел там маму, которая принимала товар, а я тут вообще с краю никаких брак не видел и так далее. В арбитраже смотрят в документы. И если, например, между двумя юрлицами была обязанность уведомить там о приемке товара письменно за два дня, а они этого не сделали, то как бы тут может возникнуть, да, у суда вопрос, что состоялась ненадлежащая приемка, тем ли лицом и так далее. То есть вот в договоре достаточно много должно быть прописано. Ну давай по пунктам хотя бы обязательные вещи, которые мы там должны прописать. Обязательные вещи. Ну обязательные вещи это вообще предмет договора, да, то есть относится к существенным условиям. Ну то есть что мы выполняем, конкретика. Очень часто это бывает, если это большой объем каких-то работ или товаров, эта часть уходит в приложение и в предмете договора только, да, что там продавец продает, покупатель покупает за такую-то сумму и так далее. Либо там выполняет такие-то работы на каких-то условиях. То есть предмет договора это стандартно. Очень важен раздел со сроками. Сроки у нас могут быть определены как датами, так и маленькие лайфхак-хитрость могут быть привязаны к каким-то событиям. То есть для того, чтобы там какие-то двойные неустойки не насчитывались, можно попробовать, если вы поэтапно работаете, отодвинуть второй этап, да, наступление второго этапа, привязать его к окончанию первого этапа и сдачи. И дальше уже, да, если вдруг у вас там, я не знаю, может быть сам потребитель неправ, ну там не только потребитель, да, вторая сторона договора неправа, либо там какие-то погодные условия помешали, то уже есть шанс доказывать, да, что у нас в принципе второй этап, он в общем-то и не начат, потому что он не определен конкретной датой, мы не можем считать неустойку с первого числа, он у нас привязан к событию. Это про сроки. То есть мы, правильно, я поняла тебя, то есть мы должны разделить нашу работу на этапы, да, условно первый этап изготовления и доставка, второй этап, допустим, там монтажные работы, третий этап приемка или что ты имеешь в виду по этапам разделения? Это, слушай, этапы могут быть как этапы строительства дома, то есть заливка фундамента, первый этап, второй этап стены, и вот чтобы там не считать с этой всей там суммы, да, договора, можно предпринимателю привязаться к наступлению событий, то есть когда первый этап окончен, подписан акт, соответственно, он должен в течение каких-то дней приступить ко второму этапу. Как прописывать рекламацию, хорошо, вот мы расписали этапы, да, ну может у нас случится какая-то история, брак поставщика, к примеру, да, или там что-то случилось в процессе, или клиент не примел, вот как здесь прописать историю, чтобы, ну, минимально заплатить в итоге неустойку вот за этот брак и за невыполнение срока договора? Поняла. Тут опять два варианта, то есть мы говорим про физлиц и про юрлиц. С физлицами никаких шуток не пройдет, то есть у них все четко определено по закону защиты прав потребителей. Те потребители, которые пытаются внести в договор незаконную неустойку в размере, там, например, 0,1%, когда она по закону определена, там, минимум за просрочку передачи предварительно оплаченного товара полпроцента, за просрочку замены товара ненадлежащего качества 1%, и за невыполненный срок работы, либо неустраненные недостатки, там, по-моему, 3% идет в день. От всей суммы договора или от чего рассчитывается? 3% от невыполненных срок работ, 1% от стоимости товара, который подлежал, например, замене, несвоевременно был заменен, и полпроцента от предварительной оплаты товара, собственно, да, вот, ну, от товара. То есть это и прописывать нам нужно, да, что неустойка может быть только в таких размерах, и она определена с законом защиты прав потребителей. Я рекомендую прописать с потребителями, что неустойка определена в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Все. И подразумевать вот эту вот историю. И далее, да, чтобы, в любом случае, если это маленькая компания, значит, кто-то из менеджеров, руководителей или еще кого-то договаривается мирным путем на какую-то определенную сумму. Я рекомендую посчитать там три варианта по минимуму, по максимуму, ну, что-то среднее, и начинать двигаться от минимального, предлагать, да, какие-то суммы, какие-то плюшки. А большие крутые компании вообще уже этим не заморачиваются, да, они дают какой-нибудь там купон на пять процентов, будь здоров. Но если сумма товара небольшая, то люди не идут судиться, потому что, ну, больше нервов, больше времени. Все-таки судебные заседания у нас идут в рабочем процессе, да, там с девяти до шести, и потребителям тоже неудобно ходить, тем, кто работает. Вот, это по физлицам, значит, по юрлицам, сейчас вернемся к вопросу, у нас был вопрос про неустойку и про ненадлежащее, например, качество, про рекламацию. Вот здесь тоже, что важно, разделение идет какое. Значит, по потребителям, все, что прописано в законе о защите прав потребителей в 18-й статье, они имеют право требовать там замену, скидку и даже вернуть товар. То есть, все, вы привезли товар ненадлежащего качества, неважно, просто это царапина или что, они расторгают договор и берут деньги обратно. С юрлицами вы можете в договоре прописать конкретику. Две компании между собой могут, в принципе, не рассматривать вариант возврата. То есть, указать, что может требовать замены в течение там стольких-то дней, и все. Вот здесь уже, как бы, вот это важно понимать, да, что если вы включите возврат в условия договора, значит, вам придется возвращать. Если вы не включите, значит, да, значит, не будете. Там, возможно, может быть, возврат, если существенный недостаток будет товара, но, как бы, уже, по крайней мере, вы себя этим обезопасите. То есть, любой товар вам предъявить к возврату не смогут, да, если это просто какая-то там царапина. Можно будет там требовать замены на качественные, а можно будет договариваться. Вот смотри, наш условный потребитель-террорист пришел к нам и говорит, я иду в суд. Вот что он у нас по суду может реально, ну, как бы, поставить как неустойку, да, например? Или что он с нас вообще может взыскать, чтобы мы понимали, ну, как бы, о каких суммах вообще идет речь? Давай, смотри, если по потребителям, значит, ну, вот конкретика, то есть, если мы передали потребителю товар ненадлежащего качества, значит, он имеет право требовать замены, скидки. Сейчас, секундочку, у меня тут есть чудесный нож, закон. Закон. Сейчас зачитаю. Значит, замена на товар такой же марки, на товар другой марки, там, с соответственным расчетом, да, доплатой либо минусом. Соразмерного уменьшения покупной цены, то есть скидки, о чем я говорила, незамедлительно безвозмездного устранения недостатков, то есть осуществление какого-то ремонта, если это возможно в рамках устранения, и либо отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы. Значит, вот это все, потребитель из этого всего перечня должен выбрать один какой-то вариант. Один? Да, он не может потребовать замены, точнее, может быть и так, он может потребовать замены, прийти через день, забыв, что он вообще как бы вчера куда-то ходил, и сказать, ребят, что-то я подождал один день, мне надоело, давайте деньги мне верните. Поэтому, как только потребитель заявляет какое-то требование, вам желательно его письменно зафиксировать. Если это была претензия, значит, ответ на претензию, да. Но в своей претензии вы требуете того-то, мы согласны, мы удовлетворяем требование о том-то в такой-то срок. Все, как бы вы берете себе, например, на замену товара, да, на переизготовление нового, там, 15 дней, 20 дней. Как бы если потребитель с этим согласен, все. Лучше еще, даже если он у вас в офисе, подписать с ним соглашение, то есть две подписи. Не просто ответ с вашей, да, подписью, печатью, а именно соглашение, что он готов ждать эти 10 дней, чтобы не было вот таких случаев. Прошло 5 дней, ой, я передумала, решил взять деньги, кризис наступил. Слушай, у меня вот, давай еще раз пояснение. То есть клиент пришел, допустим, или приехал там, не знаю, водитель или что-то еще, и вот у него случилась какая-то проблема, да. И тут он начинает звонить. То есть нам сразу же нужно просить его, чтобы он письменно что-то написал и отправил нам какое-то заявление. Или вот этого звонка, общения по телефону достаточно, что мы приняли у него заявление, и мы сразу же, ну, скажем так, готовим ответ на претензию. В течение суток мы должны с ним что-то подписать. Вот как вот этот процесс наладить? Смотри, как показывает практика, с потребителями лучше все фиксировать письменно. Потому что очень часто меняется у них мнение. Сегодня я хочу одно, завтра я сходил проконсультировался с юристами, а юристы сейчас, они такие лже-юристы, на каждом углу сидят, они обещают золотые горы. И им, в принципе, параллельно, получат потребители эти золотые горы или нет, в соответствии с законом они могут их наобещать. А там действительно все так и написано, вы получите золотые горы. Они показывают, смотри, читаешь, читаешь? Да. Они же не рассказывают, что потом в суде можно снизить неустойку до разумных размеров, можно снизить судебные расходы, когда 100 тысяч юристу платят, а суд потом взыскивает 20-30. Они же этого всего не рассказывают, что моральный вред не 100 тысяч будет, а 10. Потребитель счастливый, как бы, все, никакой мне замены не надо, я ничего не жду, просто дайте мне денег, или я просто иду в суд, вы нарушили мои права, побежал. Поэтому, если вы договариваетесь в момент фиксации недостатка о какой-то скидке, либо замене, да бог с ним, пусть это будет на акте выполненных работ, на товарной накладной, то, что есть у водителя. Пусть они от руки напишут, о чем они договорились, в какой срок, на какую сумму. Все, и это просто, ну, как бы супер, подкрепит договоренности сторон, потому что водитель у нас, в принципе, является представителем, ну, а человек, встречающий на адресе, тоже должен являться либо стороной договора, либо представителем. Вот это тоже маленький лайфхак, потом, если напомнишь, я расскажу про то, если какой-нибудь джамшу встречает на адресе вместо стороны договора. Так давай сразу сейчас и расскажи, раз ты начала, я же заинтриговала, хорошо, у меня встречает уголовный джамшу, мама, папа, брат, но не я встречаю, да, но теоретически, как бы он от меня принимает. Какие здесь, да, лайфхаки, это тоже важно. Это очень сложно, как оказалось на практике в суде, мне казалось, это очень легко, потому что там, опять же, на примере наших маркетплейсов, да, мы получаем там по СМС, мы получаем СМС-код, да, мы получаем, подтверждающие, что как бы это не просто человек с улицы пришел товар получать, а он обладает некими познаниями, да, и пришел за этим товаром. В некоторых местах просят паспорт, ну вот это еще по старинке, да. Что здесь у нас? У нас есть в гражданском кодексе статья, которая относится к приобретению товара с доставкой, то есть о чем там говорится? Если вы приобретаете товар с доставкой, то любое лицо, находящееся на адресе, показавшее договор, квитанцию об оплате, там документы достающей личности или что-то такое, ну там есть перечень документов, прям статья, имеет право получить этот товар. У нас об этом, наверное, процентов 10 знает про эту статью даже юристов, вот, поэтому уже чтобы не было каких-то спорных моментов, лайфхак такой, мы зашиваем доверенность в договор, создаем пункт, где говорим о том, что вот как раз любое лицо, находящееся на адресе, показавшее там, вот, что удобно, да, что действительно у него может быть на адресе, да, там договор или еще что-то, имеет право подписать акт, ну акт товарно-укладной, при этом обязательно не просто подписаться, а указать фамилию, имя, отчество, ну и желательно, да, должность или кем он пригодится, потому что потом действительно не сыскать до этого человека, когда потребитель в суде идет в отказ и говорит, а я не знаю, кому вы передали, у меня такого никогда не было и не работало там на адресе джемшутер, ну как бы это сложно, это сложно, я не, ну, то есть для меня это просто, когда даже идет свидетелем тот человек, который передавал, но почему-то судьи как-то странно на это реагируют, то есть, да, требуют еще какую-то доказательную базу, хотя там, не знаю, что там можно еще предоставить, да, видеокамеру с подъезда, как заносился товар, но только если так, то есть, вот такой лайфхак, зашивайте доверенность непосредственно в договор. Круто. Хорошо, допустим, нам пришло… Я не ответила, кстати, на вопрос про требования потребителя, какие реально суммы удовлетворить, а какие нет. Начала, да, поэтому я еще помню, с чего мы начали. Ты молодец, ты молодец, видно сразу, что ты юрист, потому что мне казалось, что ты ответила, здорово. Нет, нет, а значит, вот основное требование, которое заявляет потребитель, ну, либо юридическое лицо, да, тоже компания, ну, например, там, заменить товар, да, это требование обязан удовлетворить продавец, там, исполнитель, подрядчик, кто он там, сторона, вторая, ответчик. Так, значит, это, и далее, если это потребитель физическое лицо, то там капает неустойка каждый день, я уже говорила, да, как мы рассчитываем, она драконовская, там получаются очень просто гигантские суммы. Мы недавно тут тоже приходили судиться, у человека не достроили дом, посчитали неустойку 3% в день от стоимости всего договора, чтобы не заморачиваться, ограничились суммой договора, потому что, ну, в силу закона, 28-я статья, она ограничивает суммой невыполненных работ в срок. И тут чего-то оппонент отвечает, говорит, слушайте, так у нас ведь там первый этап-то был выполнен, может, мы его вычтем? А я неустойку посчитала за год, он может, у нас уже два года суд идет. Я говорю, слушайте, я могу прямо сейчас вот на коленке пересчитать неустойку, и она все равно выйдет в большую сумму, и все равно будет ограничена суммой, полной суммой там вот работы невыполненных. В итоге судья спрашивает его, у вас есть контрасчет? Это история жизни, да, интересная? Конечно. На последок мы ее не оставили, решили снизу выключить. А у вас есть контрасчет? Как вы считаете неустойку? Нет. Я, говорит, вообще бы посчитал отдельно по материалам и по работам. Я говорю, да. А вы думаете, что получится меньше? Я говорю, я уверена, что получится больше, либо, ну, так же, ну, больше, скорее всего. Но вообще, говорю, я считаю не совсем корректно и правильно так рассчитывать. Тут нам судья дает перерыв на мировое. Запросила документы. Говорит, если вы мировым сейчас не договоритесь, или документы мне не принесете, ну, как бы, я решение выношу. Если принесете, как бы, тоже выношу, но уже другую, скажем так, да, типа того. Мы поехали за этими документами. Я, значит, в машине сижу, приготовила белые листы у юриста всегда с собой. На колесике, в общем, так и получается. Я пересчитываю неустойку. Неустойка была изначально, значит, посчитана на 5 миллионов. Получается она на 12. Получается она на 12. И я предоставляю это судье. Она говорит, вы что, хотите изменить требования? Я говорю, да, почему нет? Нет, мы имеем на это право. Мы меняем исковые требования, увеличиваем неустойку. Я говорю, вот, пожалуйста, вам в стороне ответчика ознакомьтесь. Вместо 5 теперь 12. Я была уверена, что, как бы... Будет больше? Да, будет больше. Но, как бы, про себя думаю. Но судья все равно сократит до каких-то разумных слов. Поэтому, ладно, бог с ним. Считайте, как хотите. Я вам два варианта предоставила. Итого, решение было вынесено в нашу пользу. Неустойку судья сократила до 3 миллионов. Почему так мало? В 4 раза. Да, да. Ну, то есть, как бы, мы заявляли 5 изначально, да, ограничились работами. С учетом того, что мы посчитали по материалам и по работам получилось 12, а взыскала она 3. Почему так мало? Потому что у нас с какой ноги судья встанет сегодня в хорошем настроении или не очень, или каком-то другом. Может быть, ориентируясь на практику по городу и Ленобласти, такое решение, как бы, и будет вынесено. Значит, это к вопросу неустойок. С потребителями, а не драконовские. С юрлицами. Между компаниями, какую вы неустойку пропишите в договор, такая и будет. Пропишите 0,1%. И на это согласны обе стороны. Значит, так и будете считать. 0,1%, например, от стоимости невыполненных срок работ или от стоимости непереданного срок товара. Или же, например, 0,1% от стоимости всего договора. То есть, по-разному. Можете вообще прописать 100% штрафа единоразово в стоимость в сумме договора. То есть, тут фантазия неограничена. У нас по рынку, вот как было там 20 лет назад от 0,1% повисший, так он до сих пор как бы ему солится. Вроде как его ни туда, ни сюда. Особо фирмы шаблон качают с Яндекса. Тогда следующий вопрос. Вот к тебе прилетела вот эта судебная, да? До судебной от клиента... Подожди, прости. Прости, прости. Я забыла самое главное сказать. По потребителям же это еще не все. Если вы все-таки дошли до суда, мало с вас неустойки, мало с вас удовлетворения требования. Еще будет моральный вред. Ну, он небольшой, да? Опять же, 10-15, вот по тому суду взыскали 100 тысяч. Это просто прецедентный, прецедентный суд. Никогда за 20 лет я не слышала такого, чтобы как бы взыскивали такие суммы. И самое важное – это штраф. Штраф 50% от суммы неудовлетворенных в досудебном порядке требований, и он увеличит вашу выплату вот просто вот настолько. Поэтому как бы вот по тому делу это было, по-моему, 6 миллионов с половиной или 7. То есть та же неустойка в 10 тысяч образовалась. Поэтому, если вы это все понимаете, да, пожалуйста, договаривайтесь с миром. И опять же, если вы, например, ИП, помните о том, что вы несете ответственность своим имуществам, и могут даже взять под ареста в дальнейшем в продажу, да, какие-то ваши избытки машин или еще чего-то, квартиры, если у вас их несколько участков земельных. Заберут. Да, поэтому ИПшникам очень аккуратно нужно работать с физическими лицами. Эта мысль прям вот закрепиться должна. Круто. Ладно, идем дальше. Вот прилетела мне мое досудебное, да, или судебная претензия от клиента. Я понимаю, что мы поговорили, он мировым, допустим, не хочет соглашаться, он идет в суд и говорит, что он идет в суд. Мне, как ответчику, как подготовиться, какую мне доказательную базу нужно собрать, да, то есть чтобы выходить в этот суд, то есть что мне нужно подготовить, какие документы. Тут два варианта. Если вы согласны с тем, что вы передали товар ненадлежащего качества или ненадлежащим образом оказали услугу, выполнили работу, тут только ответ, где вы указываете, что вы готовы удовлетворить требования, вы готовы компенсировать моральный вред, готовы выплатить неустойку, расчет такой-то прилагаю. И дальше уже непосредственно в суде на исковое заявление потребителя вы подаете отзыв с тем же, да, лучше отдельным приложением с контрасчетом неустойки, да, а как вы ее считаете, говорите о том, что вы вообще-то все требования потребителя пытались удовлетворить в досудебном порядке. Просто потребитель на это не пошел. Письмо обязательно отправляйте, ну, я рекомендую вообще все письма отправлять с чеком, в котором есть идентифицирующий вот этот номер, по которому можно отследить продвижение письма. Ну, то есть заказное условное письмо. Да, получил его потребитель или нет. А когда вы отправляете что-то, уже понимая, что у вас судебный процесс, и судья должна будет определить, что за документ был отправлен, то обязательно еще с описью. То есть в описи, да, это некий перечень того, что вы вкладываете в конверт. Прямо так как бы можно, ну, опять же, ответ на претензию, да, в описи будет ответ на претензию, да. Можно прямо вот, если вы понимаете, что все плохо с этим потребителем, и вот точно вот у вас суд, и вы для этого пишете ответ, можно прямо указать, да, в скобочках, что требования удовлетворяем. Вот прям пусть у судей будет вот такая опись красивая. Люди, они тоже любят. Понятно. Так а что мне нужно, какие документы вообще подготовить? Смотрите, это если вы признаете, что вы как бы виновное лицо. Если вы не признаете, нужно понимать, что вам, во-первых, ну, придется потратиться на экспертизу, и законом, если говорим о потребителях, да, законом возложено именно на вас, на ответчика обязанность доказывать свою невиновность. То есть если вы считаете, что ваш товар был надлежащего качества, а потребитель его самостоятельно сломал, а теперь заявляет, что он был ненадлежащего качества изначально, вам нужно это доказать в суде. Вы можете провести досудебную экспертизу. В принципе, опять же, в законе сказано, что вы обязаны провести дополнительную проверку качества, то есть как вы ее будете проводить, да, ваше внутреннее исследование какое-то с готовым заключением, ответом направиться к потребителю, или же вы будете заказывать стороннюю компанию, то есть если это сторонняя, то это может быть досудебная экспертиза с оплатой суммы, ну, какой-либо. Но если, в принципе, вы подразумеваете, что дальше будет суд, то, скорее всего, суд назначит судебную экспертизу. Можно и не тратиться на досудебную, потому что провести просто такую внутреннюю проверку качества, опять же, вот важно, да, показать суду, что вы не нарушили закон, вы в силу закона, у него приняли это изделие на дополнительную проверку качества, но вы понимаете, что это все-таки механическое повреждение какое-то или еще что-то, которое не может быть изначальным каким-то производственным браком, поэтому вы ему отказываете, да, и вот тогда получается, что вы уже, ну, пишете ответ письменный, да, что вы провели дополнительную проверку качества для суда, да, и вот уже, да, заявляется судебная экспертиза, ее вы оплачиваете, чтобы не платить дважды, да, там, независимую экспертизу, а потом судебную, ее вы оплачиваете, и вот к таким экспертизам у суда больше доверия, то есть даже если вы проведете независимую досудебную экспертизу, суд может назначить и повторно судебную, потому что потребитель, например, будет с ней не согласен, ну, и как бы суд скажет, эксперт не уведомлялся о том, что он несет уголовную ответственность, да, за то, что он напишет в заключении, ну, и бог с ним, значит, проведем еще раз, может быть, он там действительно что-то написал, а не корректно. То есть смотри, получается у нас экспертиза, мы подготавливаем все документы, акты, да, которые у нас есть, которые подписывал клиент, что делать со свидетелями и нужно ли их вообще вести в суд? Суды общей юрисдикции можно и нужно, а в арбитражности, когда компании судятся... Кого брать свидетели? Кого брать свидетели? А что, так можно было? Да-да-да, кого брать свидетели? Очевидно того, кто может зафиксировать или опровергнуть тот или иной факт. Ну, то есть это условно менеджера, да, там, водителя, монтажника, людей, которые с клиентом контактировали. Да, разумеется, если у вас есть аудиозаписи, телефонные записи разговоров, видеозаписи, пожалуйста, опять же лайфхак, зашивайте априори согласие потребителя на это все в договор. И, кстати, согласие о передаче персональных данных тоже неплохо бы зашить, потому что как только у нас был введен закон о персональных данных, сразу очень много потребителей начало говорить, вы вообще не имеете права брать мой паспорт или там собирать какие-то данные, я не хочу вписывать даже фамилию, имя, отчество в договор. Ну, как бы, или там вы не имеете права мне звонить, мы говорим, не, подожди, вот согласно этого пункта договора, ты даешь нам согласие, и мы имеем право, поэтому и звоним. Поэтому в суд несем все твои телефонные разговоры и так далее. Опять же, ну, как бы, чтобы телефонный разговор принести, его не просто надо принести там, да, на диске или на флешке, там он со специальной расшифровкой разговора идет. То есть это уже такие тонкости юридические, поэтому, конечно, лучше обратиться к юристу, когда уже дело идет к суду, это понятно. Тогда смотри, у меня такой вопрос, да, я поняла, что потребители выиграют всегда, ну, вот из того, что ты говоришь, да, 80%. На 90%. Да, 90% даже. Но что сделать, чтобы выиграла компания? Вот, в частности, мы с тобой, когда работали вместе, да, я точно знаю, что они, я помню, ты прям гордилась тем, что как бы мы выиграли у потребителя в потребительском этом суде. Что там случилось и что позволило тебе выиграть со стороны компании суд? Сколько таких историй было, что я уже не вспомню какую там... Ну, любую какую-нибудь, я знаю, да, что потом-то было много прецедентов. Ну, на самом деле, очень сложно выигрывать суды с потребителями со стороны бизнеса, да, со стороны компании. Ты можешь только снизить максимально сумму неустойки, да, сказать, что мы не бросили потребителя, да, мы максимально все, что могли сделать, мы сделали, мы предлагали варианты разрешения, да, проблемы. Но вот, как бы, такой потребительский терроризм, к сожалению, тратит ваше и наше время. Хотя... Но, тем не менее, если со стороны бизнеса, какие, что можно сделать, чтобы выиграть суд? Все документы, Юль, все документы, все доказательства в том виде, в каком они должны быть предоставлены в процесс, да, то есть все телефонные разговоры и так далее, нельзя просто принести и сказать, да, вот так вот телефон показать и сказать, мы вот тут переписывались по WhatsApp, вот и судье вот так вот подать, типа, проверьте, вот это его номер и это, у вас должно быть все там, да, от оператора связи, вот эта расшифровка, там нотариусом заверенные сайты, страницы, там и WhatsApp, веб тоже что-то вот, и все это стоит дорого, то есть поэтому еще раз как бы всегда нужно понимать, чтобы игра стоила свеч. Если у вас как бы юрист проедает зарплату ежемесячную, ради бога, гоняйте его в суды. Если у вас юрист на аутсорсе или разовые какие-то акции по покупке услуг юриста, надо подумать, да, а нужно ли вам это, не будет ли вам стоить там юрист дороже, потому что может быть проще мировым все-таки договориться, да, и удовлетворить, потому что судиться, но это всегда дорого, то есть вы по-любому отдадите денег, скорее всего, потребителю, максимум, что чем вам поможет юрист, да, во-первых, он снизит эти суммы в несколько раз, во-вторых, если вы действительно там уверены в качестве товара и так лягут звезды, что эксперт проведет экспертизу в вашу пользу, и суд к ней прислушается, встанет с нужной ноги, то вы можете и выиграть, и это не исключено. Но это очень редкий случай, да, то есть мы говорим все-таки статистика на стороне клиента, 90% клиент будет удовлетворить свои требования в суде, поэтому туда лучше не идти и лучше заранее посчитать сумму своих, ну, как бы, условно расходов, да, вот про то, что ты говоришь, экспертизы, сборы вот этих всех данных, подтверждение их нотариусы, ну, соответственно, рабочий день юриста, приезды туда-сюда, это как бы все стоит денег, ну, соответственно, плюс еще компенсации, которые ты заплатишь этому клиенту в итоге. Да, ну и нужно понимать тоже, да, о какой вещи мы говорим, да, сами потребители, мне кажется, более или менее адекватные люди там, но за какой-то мелочок посудиться не пойдут, да, вот у меня там умер кулесос старый, там он стоил 10 или 15 тысяч, я знаю, что я, может быть, выиграю, да, если экспертиза будет на моей стороне, я не хочу просто вот этот весь процесс проходить с написанием документов, с подачей в суд и так далее, просто чтобы, да, там, ну, отжать, там, может быть, 40 тысяч, если мне не откажет, да, продавец. То есть максимум, что я сделаю, подам претензию продавцу, если он считает, что товар поломался по моей вине, я уж дальше не пойду, мне лень. Ну, есть такие, кому как бы не лень, кто, например, там, пенсионеры не работают, они такие, хо-хо, вспомним юридическую молодость, пойдем в суд, ходят, вот, хорошо, если еще юридическую молодость они вспоминают, а если нет, то это вообще как бы печально смотреть, то есть приходит там, вот если со стороны предпринимателя нет юриста, да, тоже приходит предприниматель, весь такой красивый, суд сразу, типа, ага, ты негодяй, у тебя бизнес, а ты бабульку такую зашугал, и бедненькая бабулька-адуванчик, которая пришла там вот за этим пылесосом судиться, ну, все, у суда сразу как бы вот не должно быть такого, но вот суд сразу в сторону бабульки начинает все факты склонять, да, а почему, а что, а вы провели экспертизу, а независимую провели и так далее, а давайте назначим судебную, еще не дай бог судебная покажет, что пылесос действительно не бабуля сломала, ну, и все, тогда она точно вынесет решение как бы со всеми, ну, понятно, с неустойками и так далее, но минимально суммы будет снижать, скажем так, если не понравится. То есть возвращаемся к первому источнику, вы должны, а, подготовить свой договор, зашить у него все, чем вы можете себя, ну, получается, обезопасить, это первое, да, второй момент, что быстро, оперативно отвечаем все в письменном виде клиенту, чтобы он, получается, не мог нигде ничего заявить, предъявить, и лучше договариваться на мировое, да, с какой-то минимальной компенсацией сразу здесь и сейчас, нежели выходить на какие-то вот эти долгие тяжбы, которые точно будут дорогими. Все верно, все верно, все верно усвоено. И соглашение, да, то есть если вы о чем-то договариваетесь, лучше соглашение, чтобы было две подписи, две стороны. То есть и клиент подписывал, и вы, и вы о чем-то договорились, и клиент это подписал. В электронном виде мы эти соглашения можем подписывать, вообще какие-то претензии у клиентов принимать, им отправлять эти моменты? Да, это необходимо закрепить в договоре тоже, и как бы и этим смело пользоваться. Тогда это будет легализовано, скажем так. А что значит закрепить в договоре, что ты имеешь в виду? Указать в договоре, какими конкретными средствами связи вы планируете пользоваться. Если это WhatsApp, указать его номер. Если это электронная почта, указать e-mail адрес. Я не знаю, в Telegram, по-моему, тоже он привязан к номеру телефона. То есть так, чтобы можно было точно идентифицировать, что с той стороны действительно потребитель принимает какие-то решения, а не просто за него третье лицо. Угу. Понял. Хорошо. Люд, ну давай теперь ты помогла мне и моему контенту, да, моим подписчикам. Расскажи, пожалуйста, если кто-то захочет к тебе обратиться, то с каким вопросом он может обратиться к тебе, чем ты можешь помочь? Со стороны бизнеса и со стороны потребителя, потому что я с тобой и так, и так коммуницировала. Да, да, да. Все абсолютно верно. Как бы кто обслуживает компанию, тот может и потребителей обслужить, вот, предоставить юридические услуги. Ну, вообще, поскольку я не одна работаю, да, у нас такая группа компаний юридическая, то вообще по любым вопросам, то есть, по большому счету мы занимаемся гражданским законодательством, то есть, это и бракоразводные процессы, и наследование. Я конкретно, да, специализируюсь на потребительских спорах, вот это все дольщики, это все мое, вот. Ну, как бы всем остальным тоже по чуть-чуть. Также, в принципе, есть, как бы, знакомые юристы в уголовном праве, туда я стараюсь не лезть, вот. У нас там больше молодые люди, нежели девушки. А если я бизнесмен, и я хочу обезопасить себя, свой бизнес, чтобы потребители меня не терроризировали, с какими вопросами я могу к тебе прийти? Вот, можно заказать, в принципе, аналитику документов, то есть, вообще, потому что бывает такое, что, ну, нет юридического отдела, в принципе, изначально в компании, как бы, это, это плохо, но такое бывает. Хорошо, если все документы, входящие, исходящие, они через кого-то проходят, бухотдел или отдел кадров, секретариат, хоть что-то. Бывает такое, что просто есть некий бардак в документах, и, как бы, его надо разгребсти, да, научить отсылать исходящие, научить принимать, фиксировать куда-то входящие, просмотреть всю базу типовых документов, там, договоры, какие-то шаблоны ответов, шаблоны претензий, вот это все создать, чтобы с этим потом человек долгие годы работал. То есть, вот, вложиться один раз, да, построить в своей компании сильную сторону с юридической стороны и дальше с этим работать, потому что, ну, вопросы возникают регулярно. Хотя бы вот этот костяк, чтобы был, ну, это самая основа. Ну, естественно, претензии от потребителей, потребительские споры, урегулирование досудебное, ну, и в суде, естественно, первая инстанция, вторая инстанция апелляции, касация. Пожалуйста, всем занимаемся. Поняла. Люс, спасибо большое, да, мы, надеясь, до вас сегодня донесли, ребят, что, как бы вы ни хотели, нужно наводить порядок в документах. А если вы не понимаете, какие документы вам нужны быть, да, должны быть, да, да, конечно, лучше идти к юристу, потому что, если вы что-то скачали с Яндекса через интернет или где-то еще, ну, как бы вас это не защитит, это просто какая-то бумажка, да, которая вы, как бы, как бы прикрываетесь. Ну, либо вы на старте отдадите деньги клиенту, да, либо вас клиент нажмет все-таки в суде, и вы заплатите за это больше. Поэтому подумайте о себе. Один недовольный клиент, который пойдет с вами судиться, денег вы, конечно, можете заплатить очень много, и это будет очень неприятно, да, взять и отдать, там, не знаю, 200-300 тысяч, полмиллиона просто одному человечку, потому что он подкован оказался, да, и это, наверное, будет не очень приятно. Да, Люда, спасибо тебе большое за потраченное время. Спасибо, приятно было пообщаться. Все, всего доброго.